Продолжение следует... Какая задумка с этими пустыми гробами? Потому что он столкнулся с проблемой, с огромной проблемой. Он набрал из зон преступников, и они, конечно, побежали. Они побежали и в Россию, и они пошли сдаваться в плен. И он не может этого признать перед Путиным. Он готов увеличить свои потери, но не сказать, что люди предпочитают сдаваться в украинский плен. То есть ему дешевле купить пустой гроб и дать в конверте деньги семье, да? И убедить их, что там ваш герой. Конечно. Чем допустить, что человек жив, добровольно сдался в плен и, более того, готов об этом рассказывать. И мы видим эти рассказы. Моя коллега Виктория Ивлева сделала совсем недавно прекрасный, блистательный репортаж из мест, где содержатся российские военнопленные. И мы видим очень много украинских коллег, которые делают интервью с бывшими заключенными, которые сдались в плен. И которые вполне себе нормально выглядят. И судя по тому, что они говорят, в Украине соблюдаются все женевские конвенции. И даже более того, в женевских конвенциях не сказано, что можно звонить. Не сказано, что можно общаться с родными. А тем не менее, украинская сторона это делает. И на контрасте с российской стороной, где ничего этого нет. И более того, мы с вами говорим все время о том, что находятся на территориях Федерации еще и абсолютно непонятно по какой причине похищенные еще и гражданские. То, конечно, этот очень большой разрыв между двумя странами, между двумя заключенными в российских колониях и тюрьмах, и военнопленных, и гражданских, он, конечно, очень велик. Большой контраст. И нужно теперь, конечно же, говорить, что есть и те зэки, которые побежали в обратном направлении. Куда-то там домой, в разные поселки, маленькие городишки по Российской Федерации. А все это преступники, насильники, убийцы, воры. Кто-то, наверное, с оружием. Мы знаем примеры, когда ловили дезертиров с оружием там где-то под Петербургом. Они же оседают в российских городах и вряд ли придется рассчитывать, что они очистились, побывав на фронте. Не только это, не только это. Как, собственно, мы с вами и предупреждали, пошел и другой, очень любопытный процесс. Вот, например, сегодня стало известно о некоем чуде, как у нас завербованный заключенный, который получил срок 23 года тюрьмы, и ему, внимание, 66 лет. Он сегодня счастливо отбыл к жене в Турцию, в Анталию. Это прекрасная история. Значит, человек получил в прошлом году, совсем недавно, 23 года тюрьмы за убийство четырех человек, двое из которых дети, и покушение на убийство собственной племянницы. С племянницей он не поделал какое-то наследство. Четверо убитых. И 47 Ньюз издания привозят еще и их чудовищные совершенно фотографии. По его заказу из Калашникова был расстрелян предприниматель Зейналов, его жена, 11-летний сын и 15-летняя дочь. И после расстрела их добили топором. Подпорились из-за денег. И потом, после этого, он заказал еще свою родную племянницу, которая осталась жива. Потому что киллер сдал, собственно, заказ. И вот этот человек сидел в Карелии, он якобы завербовался в ЧВК «Вагнер», якобы воевал полгода, не получив ни одной царапины. И вот он уже сегодня отбывает счастливо к жене в Турцию, не просидев, в общем, ничего. Естественно, больше всего приходит только одна мысль, что, конечно, нигде он не воевал ни разу. И где-то отсиживался он полгода. И сейчас он совершенно свободен. И таких преступников, настоящих зверей, человек-зверь. И, в общем, мне неудобно перед зверями говорить об этом. Он ни разу никакого наказания не понес, и он считается совершенно свободным и искупившим кровью. Господи, ну, а как же, это же нужно проходить какой-то паспортный контроль. Ну, если уже чисто технически смотреть. Сам факт, то, что он на свободе, этот, ну, не человек, это ужасает. Но как дальше он проходит все вот эти кордоны, на которых вы должны были остановить, посмотреть документы и задаться вопросом? Ну, а он как раз по всем документам Вагнеровца, он смыл с себя все преступления тем, что якобы воевал полгода, 60-летний человек, воевал на Украинском фронте. Теперь он помилован и свободен. Послушайте, а знаете, ведь, а кто-то действительно так считает, что он смыл все кровью в России? Вот этот случай забыл, как он, который бабушку свою в 2014 году, в 2015, там, там, зарубил, а потом... Да, 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 этот человек вернулся к себе в Казани, сейчас он в Казани. Ну, вы знаете, я вспоминаю еще один случай, то есть он, вот, как вспоминаю, он здесь ходит, да. Это парень, который вернулся в Ленинградскую область, у него, то есть, да, он отвоевал, до этого у него не было преступлений, связанных с личностью, он воровал машину, там, и какие-то мелочи, там, из сараев, из гаражей, то есть, ну, ничего такого особенного. Но, тем не менее, одна из жертв была девушка, его сестра с ней встретила, сказала, что да, все нормально, конечно, я упростила, он герой. Вот такие вещи, то есть, да. Но, неудивительно, что, имея такую математику по вербовке зэков, мужчин, теперь ЧВК Вагнер взялись за вербовку женщин из тюрем. Ведь так, расскажите, каковы результаты сейчас вот этой мобилизации, зэковской, женской уже мобилизации? Ну, вы понимаете, мы должны ждать каких-то сообщений с фронта, потому что заключенные женщины, у них, в силу специфики именно женской тюрьмы, у них нет запретов, у них нет женских телефонов. То есть, мы получаем сведения от вольных жителей, у жителей, где они, собственно, общались и работали на сельскохозяйственных предприятиях. Это станица Кущевская, знаменитая станица Кущевская, Краснодарского края. Собственно, вот около ста женщин больше не является на обязательной работой, и жители передают из уст в уста, что они завербованы и уехали. И, собственно, то же самое говорят их, что называется там, товарки, да, коллеги по несчастью, что они завербованы. С фронта они вряд ли позвонят кому-то и что-то сообщат, потому что там действует ровно тут же запрет на телефоны. И мы можем только ждать официального сообщения Пригожина или каких-то других свидетельств о том, что они есть. Или пустого гроба. Но меня удивляет эта цифра 100 человек, это число, вернее, 100 человек. Это много. Я думала, что Пригожин будет брать выборочно, потому что в российских тюрьмах довольно много сидит женщин, осужденных за экстремизм и терроризм. Но это шахидки, да. То есть это последствия Чеченской войны. И такие есть. Но, конечно, их не стоит за одной колонии, безусловно, нет. Конечно, нет. То есть, судя по всему, тут какая-то другая цель. Что ж, давайте сейчас посмотрим. У нас есть видео одного из складбища Вагнера. Вот. Трактор без остановок продолжает делать страшную работу, рыть ямы. Огромное количество могил. Скажите, а родственникам вообще сообщают, где похоронены их близкие? Вы знаете, эти могилы, скорее всего, людей, у которых нет родственников. У большинства заключенных, родственников нет. Я разговаривала недавно с волонтерами, которые подсчитывают могилы в Татарстане. И они тоже присылали фотографию. Меня совершенно поразило то, что в Татарстане, республике мусульманской, и есть фамилии погибших ЧВКшников, заключенных. Их хоронят под православными крестами. Всех абсолютно... Точно такой же ряд могил. И на этих крестах есть символика Вагнера. Но при этом имена и фамилии у этих людей совершенно мусульманские. Из чего я, наверное, делаю вывод, что у них нет родственников. Или людям совершенно все равно, или они атеисты, как они будут погребены, что православный крест над могилой, судя по всему, мусульманина, никого не смущает. Ну, а если предположить, что Путин вскрывает статистику, и те, кто дезертировал, и, наверное, те, кто погиб, можно предположить, сколько может быть еще тайных массовых захоронений. И в России, и в украинской земле мы знаем свидетельства, когда российские солдаты своих товарищей убитых и даже тяжело раненых сбрасывали в огромные ямы, и просто трактор засыпал их землей. Наверное, страшная правда вскроется когда-то после. Ну, вот Михаил Подоляк совсем недавно, неделю-две назад, говорил о своей собственной статистике потерь, за что ему большое спасибо, потому что мы прекрасно понимаем, что мы не можем посчитать сдавшихся в плен. Это может быть только украинцы сделать. Значит, он говорил о том, что 29 тысяч, чем-то там, почти 30 тысяч, это заключенные вагнеровцы, наемники, это убитые, тяжело раненые, сдавшиеся в плен и убежавшие. Это, конечно, огромное количество. И, конечно, я уверена, что среди них очень много тех, и, кстати говоря, Педаляк об этом говорит, пропавшие без вести. Это, я думаю, те самые безымянные могилы. Да. Но, собственно, ЧВК Вагнер Пригожин продолжает свое страшное дело, продолжает вербовку, со словами «Сталинград отдыхает, родина и народ в долгу перед вами». Давайте сейчас посмотрим на этот спектакль. Да. Теперь вы не бывшие заключенные, а бойцы ЧВК Вагнер, а больше не бывают. Всем дали книжечку. Адреналин держим в себе. То, что научились, гражданки не используют. Врагов нету, все свои. Да. Врагов нету, все свои. Скажите, Вагнер же продвигает вот эту вот историю. Ну, вот сейчас мы понимаем, что, точнее, Пригожин, да, когда этот Вагнеровец отправляется на отдых в Турцию, хотя должен более 20 лет сидеть в тюрьме. А потом вот это вот образование МГИМО, МГУ, да, как-то он печется совсем, не знаю, нездоровым образом о будущем своих наемников. Это вообще, как, ну, нормальный человек, это страшно вообще вдуматься, в это поверить. Как вообще это может сейчас озвучиваться в публичной плоскости, в СМИ, пропаганда, это поддерживают, подтягивают. Но ведь это же абсурд, это же страшно даже подумать. Вот видите, Пригожин прекрасно знает о будущем своих птенцов. Он прекрасно понимает, что они все вернутся в Вагнер. Потому что они все еще и обязаны вернуться в Вагнер. Он никого не отпускает без подписанного контракта. И вряд ли это долгожители. Соответственно, не будет, конечно, никаких университетов, не будет никакого избрания в Госдуму. Но ему сейчас нужно об этом говорить все время, что, конечно, они станут академиками, конечно, они станут депутатами, спикерами парламента и так далее. И так далее. Почему? Это влияет. Это влияет. Мы сейчас уже видим просто огромную волну желающих завербоваться. Это действует. Если после показа кадров несудебной казни с этой кувалдой моментально иссяк поток желающих, то теперь наоборот. Теперь все поверили, что они быстренько сейчас отвоюют и поступят в МГИМО без экзаменов, и будут дипломатами, и будут вместе с убийцами. Российская мечта, да? Да, да. Но я думаю, что российская дипломатия, безусловно, приобретет несколько блистательных сменщиков. Лаврова, да, сразу после этого. И Маша Захаровой. Но нет. И у них судьба совершенно другая. И вряд ли такая радужная, чтобы это не значило. Они все вернутся на фронт. И на самом деле я об этом сожалею, поскольку лучше бы их взяли без экзаменов МГИМО, они стали бы дипломатами, чем они снова возьмут в руки оружие и вернутся в Украину. Да. Давайте сейчас о тех вагнерцах, которые сбежали, и сбежали далеко в Норвегии, задержали бывшего командира чувака Вагнера Андрея Медведева. Он просит убежище. Есть информация, что его хотят депортировать, хотя в Норвегии это отрицают. Известно, что Медведев подписал контракт ЧВК Вагнер в начале июля прошлого года и сбежал с боевых позиций через 4 месяца. Он высказывался о жестокости в рядах ЧВК Вагнер, призывал ФСБ привлечь к ответственности эту компанию. Перешел границу он с Норвегией в районе поселка Никель Мурманской области и надеется, что теперь его показания могут сыграть ключевую роль в расследовании против ЧВК Вагнера. Скажите, пожалуйста, ваши ощущения, что будет дальше с этим Медведевым? Теоретически его могут депортировать в Россию? Я вообще сильно сомневаюсь во всей этой истории. Мы знаем хорошо этого Андрея Медведева. Он был подопечным в России сидящей. Он сирота из Сибири, вырос в детском доме. То есть инфантильность там уже свойственна. Он совершенно не отстраивает связи между собственными поступками и их последствиями. Поэтому мне вообще очень не нравится этот его рассказ. Мне не нравится его рассказ. Он сидел несколько раз. Он сидел за мелкие кражи, за какие-то мелкие преступления, за вымогательство, если не ошибаюсь еще. Такое легкое, без интересных повреждений. Мне сразу смущает то, что он говорит, будто бы он был командиром. Я не могу себе представить этого мальчика, а он молодой, юноша совсем, с очень легким тюремным опытом за легкие статьи, которые командуют профессиональными киллерами. Мне в это верится с большим трудом. Тем более, что довольно сложно установить, был человек в ЧВК «Вагнер» или нет. Вот посмотрите, я сегодня вам рассказывала, что человек, выдававший себя за ЧВК «Вагнер» и «Вагдата» подтвердил. Я сомневаюсь, что 66-летний мужчина полгода сражался там на фронтах. Это недоказуемо. Это недоказуемо, это точно так же, как и этот Андрей Медведев, тоже он прекрасно понимает, что доказать, что он там не был, так же невозможно, как и он там был. Меня смущает рассказ, что это командир. И, конечно, он понимает прекрасно, что всех интересует вне судебной казни, в ЧВК «Вагнер», и он готов об этом рассказывать. И, конечно, он этим пользуется. Конечно, он этим пользуется. Вполне возможно, что он что-то видел, будучи там и будучи рядовым. А вполне возможно, что он просто хочет политубежище в Норвегии. Знаете, дело в том, что... Тот в Турции, тот в Норвегию. Мы изменились. Как мы изменились, я имею в виду, мы россияне. То есть уже как бы модно молодежно выдавать себя за ЧВК «Вагнер», понимаете? Кошмар. Если раньше аферисты выдавались, я не знаю, там, за прокурора, за артиста, там, не знаю, за писателя, то теперь за ЧВК «Вагнер»? Да. Скажите, а Украина? Ведь это же важный свидетель. Так или иначе какое-то отношение он к ЧВК имел. Командир, не командир. Украина могла бы сейчас, ввиду того, что готовится международный трибунал, к ответственности всех преступников военных, хотим призвать, требовать выдачи этого Медведева, как военного преступника? С вашей точки зрения, вот это было бы же, наверное, логично, законно, справедливо? Я благоубежна, что сейчас вообще главное право, первое право всегда принадлежит Украине, как жертве, естественно, разумеется. Я благоубежна, что, конечно, и в Украине должен быть трибунал, и именно в Украине должны быть выданы преступники. Конечно, здесь не должна судить военных преступников ни Норвегия, ни Германия, ни уж тем более Россия, чтобы там с ней дальше бы не случилось. Конечно, Украина. В Самаре задержали главу Совета матерей и жен. Она везла в Москву жалобы пленных срочников. Звать эту женщину Ольга Цуканова, силовики ее схватили прямо в аэропорту. Так, по подозрению в дискредитации армии, известная уже статья на весь мир. В Москве она планировала подать жалобу в Следственный комитет и в Минобороны. Три часа ее продержали в отделении, не пускали ни адвоката, ни скорую. Отобрали телефон, к ночи отпустили женщину, но вылететь не позволили, выписали повестку к следователю. Но ведь это же те женщины, матери, жены, которые протестовали, которые обращались, записывали в виде обращения к Путину, которые рассчитывали, вот сейчас я напишу и Путин разберется и тому подобное. То, что сейчас Цуканову, главу Совета матерей и жен, вот таким образом с ней поступили. У этих матерей и жен глаза сейчас как-то будут открываться. Они поймут, что тот, кому они собирались писать, тот, у которого они собирались добиться правды, тот, который, как они рассчитывали, может что-то изменить и защитить, на самом деле главный преступник. Я вам отвечаю вот с сегодняшним сообщением, это из Ярославской области, пишет мне ярославская журналистка. На днях ярославские военные, 70 человек, записали видеообращение, что они ушли с поля боя. Их теперь обвиняют в дезертирстве. Они записали, что армия не оснащена, а Путин их обманул. Я на связи с родственниками этих солдат, пишет ярославская журналистка Людмила Шабуева. Они обратились ко мне за помощью, плачут. Говорят, что после того, как вышло публичное обращение, у них отняли средства связи. Приехал ОМОН и избил их. А где они теперь находятся, никто не знает. Родственники просят совет, что делать. Интересно, что они обратились во все инстанции и записались на прием к Шойгу. И пойдут родственники матери его просить, чтобы война закончилась. Так они сказали. Их волнуют их дети, и они хотят им помочь. Вот есть интервью с матерями и сестрами. И они пойдут крестным ходом к Шойгу, чтобы просить, чтобы война закончилась. Вот так. Господи, это знаете, тут вопрос знатокам хочется задать. Что делать? Вот то, что вы читаете, это просто кошмар. Это похоже на историю, когда один из мобилизованных звонит своей жене с фронта и говорит, нас бросили, мы никому не нужны, мы пушечное мясо, командиры все там, далеко в тылу, а мы здесь ни с чем, с пустыми руками. Он говорит, сейчас я позвоню Путину, напишу письмо и разберутся. Он говорит, нет, не делай. Те, кто позвонил, вообще пропали. Их просто нет теперь. Да. Что ж, Ольга, спасибо. Спасибо за то, что помогаете вскрывать эту правду. Я надеюсь, те зрители, которые смотрят нас на территории Российской Федерации, как минимум сейчас задумаются. Спасибо. Ольга Романова, глава фонда «Руссидящая» была в нашем эфире. Всего хорошего. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok